МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа Республика и я, Ольга Григорьева. Мы познакомим вас с событиями дня. В Чувашии с началом года стартовала кампания по оформлению универсальных электронных карт. Пока о выдаче нового документа речь не идет, в Чебоксарах лишь начали принимать заявление на карту, ровно как и на отказ от нее. Одними из первых за картой обратились блогеры и сотрудники Мининформполитики Республики. Медицинский информационно-аналитический центр на улице Калинина в Чебоксарах – один из четырех пунктов приема заявлений на выдачу универсальной электронной карты. Процедура проста, необходима лишь наличие определенных документов, паспорта и свидетельства о пенсионном страховании. Остальное по желанию. Я пришел с паспорта. Паспорт, с НИЛС, страховое свидетельство. Заместитель министра информационной политики Чуваши Алексей Новиков – один из разработчиков проекта. Неудивительно, что он станет и одним из первых владельцев карты. Преимущества для него очевидны. Новый документ заменит массу аналогичных, что позволит сэкономить время в разных инстанциях. Например, всегда под рукой будут данные ИНН, медицинского полиса и тому подобное. К универсальной электронной карте можно прописать и банковское приложение, что делает удобным различные расчеты. Всего в процессе задействованы 12 российских банков. Послуживание универсальной электронной карты бесплатное полностью. Выдача ее также, соответственно, бесплатна. Соответственно, гражданин не несет никаких расходов по пользованию этой карты. Заявление на выдачу карты заполняется в электронном виде. Одновременно оформляется электронная подпись. Здесь же будущего владельца фотографируют. Люди, которые имеют дело с электроникой, уверены, универсальная карта ничуть не более опасна с точки зрения утечки личной информации и ничуть не менее удобна, чем портмоне, полная различных документов. Единственная сложность пунктов приема заявлений пока недостаточно. Но проблема носит временный характер. В перспективе Сбербанк планирует во всех районах республики открыть еще по одному офису по приему заявлений. И плюс будут открыты пункты приема заявлений на базе центров социального обслуживания населения, которых в идеале будет 24 на всю республику. Универсальные электронные карты выдаются гражданам с 14 лет и старше. Но по желанию родителей можно оформить ее и на младенца. Здесь же принимают и заявление на отказ от карты, чем непримиримые борцы с новшеством поспешили воспользоваться. Впрочем, и у них есть возможность передумать. Со временем. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чувашском институте гуманитарных наук прошло прощание с видным ученым, профессором, доктором исторических наук Василием Дмитриевичем Дмитриевым. На церемонию прощания пришли коллеги, друзья, ученики и близкие профессора. Свои соболезнования прислали ученые Татарстана, Удмуртии и даже Австрии. В траурной церемонии участвовали делегации из Мордовии, Мариел. Поселий Дмитриев похоронен на кладбище в Яушах, на аллее героев. Судебные приставы Чувашии решили информировать должников через СМС-оповещение. В канун новогодних праздников такие сообщения получили 45 тысяч жителей республики. У них накопилось долгов на сумму более 200 миллионов рублей. В каждой СМСке указан номер исполнительного производства, сумма задолженности и контактный телефон, по которому можно узнать дополнительную информацию. Оказалось, новая форма информирования дала результат. Более 14 тысяч человек явились в отдел к своему судебному приставу-исполнителю и погасили задолженность. Это позволило окончить немало исполнительных производств. Приставы Чувашии собираются применять такое информирование постоянно. В новогодние каникулы зарегистрированы 5 убийств. Все они произошли на семейной бытовой почве. Все подробности происшествия сообщили в Следственном комитете. В Чебоксарах 28-летняя девушка ударила ножом прямо в грудь своего супруга. Мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия. После следователи выяснили, на женщину уже заводили уголовное дело. Несколько лет назад она также после пьяной ссоры зарезала своего отца. Приговором суда за колючую проволоку обвиняемая отправилась на 10 лет, но освободилась досрочно за хорошее поведение. Теперь ей грозит более длительный срок. Смертельный удар ножом своему мужу нанесла и 65-летняя жительница Канажского района. Но возможно, что осудят женщину совсем по другой статье. Следователи установили, что погибший мужчина не раз поднимал руку на свою супругу и даже хватался за нож. Соседи утверждают, что она не раз обращалась в больницу. В этот злополучный день пенсионер первым начал угрожать своей жене расправой. Назначена соответствующая судебная экспертиза для того, чтобы выяснить, находилась ли женщина в момент нанесения удара своему мужу в состоянии аффекта, который мог возникнуть в результате длительной психотравмирующей ситуации, вызванной противоправным поведением со стороны потерпевшего. В связи с чем в последующем, возможно, будет решен вопрос о переквалификации ее действий со статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство» на статью 107 Уголовного кодекса «Убийство в состоянии аффекта». Эта статья гораздо более мягкая, и наказание, которое предусмотрено по этой норме Уголовного кодекса, оно значительно ниже, чем той, которая предусмотрена за убийство. Еще один несчастный случай, произошедший в Чебоксарах, в миг попал в ленту информационных агентств. 2 января в ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове 7-месячному ребенку своей сожительнице. Мальчика доставили в больницу, сейчас ему оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Мужчина взят под стражу. Очередное ЧП. На реке Волга под лед провалился автомобиль УАЗ с тремя рыбаками. Они решили порыбачить на машине, но внезапно лед проломился. Вода прикрыла только капот автомобиля. Это и спасло рыболовов. Спасатели на снегоходах довезли горе рыбаков до спасательного поста. Автомобиль вытащили из воды только на следующий день. По данным МЧС Почувашии, на территории республики 16 мест массового выхода рыбаков на лед. Эти площадки поставлены на учет в ГИМС. Здесь ведется патрулирование и проводятся рейды. 79 человек отравились алкоголем во время праздников. 17 из них в тяжелом состоянии. С нового года цены на водку выросли. Теперь пол-литра горячительного напитка не должно стоить менее 170 рублей. Как отмечают медики, большинство отравлений из-за некачественного алкоголя по низкой цене. Вместе с тем, в 2013 году ожидается и повышение цен на молочные продукты и хлебобулочные изделия. Сообщает информагентство «Московские деловые ведомости» со ссылкой на Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. По прогнозам, в среднем продукты подорожают на 4,7%. Основной скачок на молоко будет уже в январе этого года. Что касается мяса и мясных продуктов, то чиновники обещают рост только к концу 2013 года, в октябре или ноябре. В среднем процент подорожания составит 5,1%. На рыбу и рыбные продукты ожидается рост цен на 5,6%. По прогнозам, процент роста будет распределяться равномерно на протяжении всего года. Резкого скачка повышений не ожидается. Неплохие результаты в прошлом году продемонстрировало сельское хозяйство. Один из важных индексов, по которому судят о самочувствии отрасли, показал 101%. Выше, чем в среднем по России, где индекс сельскохозяйственного производства меньше 95%. Сказалось действие национального проекта, в рамках которого строились новые животноводческие комплексы и солидные финансовые вливания. Только в прошлом году из бюджета в отрасль направлено свыше 2 миллиардов рублей. Об этом на встрече с трудовым коллективом птицефабрики «Чувашский бройлер» заявил министр сельского хозяйства «Чувашия» Сергей Павлов, подытоживая работу отрасли в 2012 году. Сегодня птицефабрику посетила официальная делегация. К слову, акционерное общество с долей участия республики. 49% акции у «Чувашия». Как изменилось предприятие за несколько лет? Сегодня в очередной раз продемонстрировали гостям. А потом вместе обсудили, какие проблемы еще предстоит решить. Предприятие в последние годы меняет свое лицо. С этим соглашаются работники самой птицефабрики и показывают на конкретных примерах, каким именно образом. Модернизировали, к примеру, птичники. Причем постарались избавиться от ненужных издержек. Вот оператору не говорил. Оператор имеет сегодня зарплату, оклад. Ну, спермиальный. Премиальный еще состоит из некоторых. Вот счетчик воды. С экономией. С счетчик газа и электроэнергии. То есть у него затраты учитываются при формировании премии. При экономии сколько даете? С экономией или, допустим, 100 тысяч рублей? Нет, там у нас по нормативе показатели есть. То 5% за воду, 10% за газ, электроэнергия – это все учитывается. В одних цехах установлены бортовые компьютеры, они следят за микроклиматом в птичнике. В других – более экономичная система отопления. Где-то 4 яруса. Все эти новшества уже приносят результаты. Производство мяса птицы в прошлом году увеличили на 2000 тонны. Но вот с ростом производственной мощности появились новые запросы. Теперь и корму нужно больше. Около 70 тонн комбикормов уходит ежедневно. И требуются новые земли. О проблемах предприятий и отрасли в целом говорили уже на встрече с коллективом предприятия, где подводили черту под итогами 2012 года. Мясо произвели больше, чем годом ранее – 114 тысяч тонн. Если говорить о птицеводстве, то рост обеспечили как раз крупные птицефабрики. Успешные предприятия будут поддерживаться и дальше, дали понять руководству чувашского бройлера. Вместе с тем государство продолжит помогать аграриям. Новое, которое было в прошлом году включено – это семейные животноводческие фермы. На эти цели было выделено 28 миллионов рублей республике. И были построены три семейные животноводческие фермы. И на сегодня они уже функционируют. Хочу отметить, что на следующий год эта программа также будет действовать. Но немного меняется правило. Республика заключила соглашение с Минсельхозом России. Теперь должна обеспечить определенные показатели по зерну, картофелю, молоку и мясу. В таких условиях предстоит сохранить поголовье скота. А ситуация такова, что в личных подсобных хозяйствах оно снижается. Важно создать семейные фермы не меньше одной в каждом районе. Стоит задача ввести в оборот как можно больше залежных земель. В республике все еще пустуют 25 тысяч гектаров. Нужно привлекать инвесторов. На решение этих принципиальных вопросов будут направлены дальнейшие усилия. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Туристическая отрасль Чувашии пополнится новыми проектами. Некоторые готовы к воплощению хоть завтра. Их авторы ждут только финансовой поддержки. Регион в ближайшие годы просто необходимо сделать привлекательным для гостей. Сегодня об этом говорили участники круглого стола по развитию туризма. Туристический потенциал у республики огромный. Почти в каждом районе есть места потрясающие по своей красоте. Что показать приезжим уже давно не вопрос. Государева гора в Мариинском посаде. Красоты за Волжье. Православные АллатРи. Гостям здесь рады всегда. И они сюда стремятся попасть. Но расти региону еще есть куда. Туристическая отрасль открыта для новых проектов. Главное, чтобы они появлялись. Власти региона готовы поддерживать интересные начинания. В Чулашию туристы ездят реже, чем Москву и Санкт-Петербург. Но и республика готовы заманить в свои края. Десятки тысяч гостей. Привлекать необходимо только национальным колоритом, заметили участники круглого стола. Так и делается. Вот один из примеров. Столичный Арбат. В прошлом году превратили в настоящую выставочную площадь. И никто отсюда не уходит с пустыми руками. Скоро изменится облик из столичного парка 500-летия. Проект по его развитию уже был согласован на федеральном уровне. Сейчас республика рассчитывает получить средства из бюджета. Планы развития этой территории грандиозные. Здесь должен появиться настоящий Кремль, развлекательные комплексы и даже аквапарк. Цена проекта более 7 миллиардов рублей. Реализация данного проекта, она, как я уже сказал, потянет за собой все смежные отрасли. Это и гостиничное хозяйство, и торговлю, транспортные услуги. Конечно же, заставит нас повышать качество услуг, вывести их на современный уровень. К тому же, надо объяснить, что данный проект связан с уже давно у нас разработанным проектом по Чувашьей сердце в Олге. Развивать новые туристические проекты можно и в рамках двух юбилейных дат. В ближайшие годы просто необходимо реконструировать здания административных учреждений. МЧС, ФСБ, арбитражный суд. Средства на это выделит Федерация. В 2013 году более привлекательнее станет и Заволжья. Левый берег Волги должны гасифицировать. Для инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую сферу, готовы предоставлять земли. Недавно из лесного фонда удалось перевезти в собственность Чебоксар более 600 гектаров. Самым у нас появилась возможность без большой балакиты, когда участки будем формировать, будем выставлять их на торги. Согласно закона, соблюдая лесное законодательство, земельное законодательство и практически представлять будем эти участки. Городские власти сейчас обрабатывают. Все остальные решения приняты для того, чтобы кто-то мог построить новые санатория. Ставку необходимо сделать и на водный туризм. Скоро вступят в силу новые правила передвижения по Волге. Добраться сюда из Европы будет возможно без оформления визы. Регионы на это рассчитывают. Великая Русская река привлечет большое количество иностранных гостей. Для них нужно создавать подобающие условия и, конечно же, свои фирменные бренды. Но желательно подумать и о более приземленном. К примеру, как умерят цены на пассажирские перевозки, по воздуху и железной дороге. Пока билеты в Чувашии стоят дороже, чем у наших соседей. Единственная возможность – субсидировать поездки. Я бы просил, я, естественно, подготовил соответствующее обращение на имя профильного министра, а также хотел бы просить, конечно, и поддержки, и вашей поддержки, уважаемый Михаил Васильевич, в части как уменьшения стоимости железнодорожных и авиаперевозок, а также и по необходимости изменения и режима перелетов. Почему? Я не говорю про Татарстан, где несколько различных рейсов, как в Москву, так и обратно, а, допустим, Ишкар-Ала утром вылет в 7 утра, вылет из Москвы в 8 часов вечера. Там, в случае того, что у нас называется фирменный поезд, только за счет этого, там удорожение почти 30%, да? Хотя там от фирменного поезда почти ничего не осталось. Там, может быть, нет необходимости удерживания фирменного поезда. А там то, что там по сравнению с перелетов, я сказал, по счетовке потом, и Олег Александрович нам дойдет, и потом публично надо сректируется. Там, влече. Да, я скажу, все, подготовки. От таких мер ожидают отдачи. Туристическая отрасль важна для российской экономики. Но пока статистика говорит о том, что чужие берега для русских милее. В прошлом году за границу на отдых выехали более 12 миллионов человек. Посмотреть на наши края пожелали около двух миллионов гостей. Эту разницу необходимо сократить в разы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В национальной библиотеке собрали елку из книг. Создали необычное рождественское дерево сотрудники библиотеки вместе с читателями. Свою лепту в строительство книжной елки внесла и наша съемочная группа. Собрать елку пришли даже юные читатели-посетители библиотеки. Книжная красавица украсила холл здания. Она получилась высотой больше полутора метров. Для постройки были использованы более тысячи книг, взятых из читального зала. В качестве строительного материала пригодилась как справочная литература, так и шедевр классики. Елка из книг – это инсталляция для привлечения читателей в библиотеку и продвижения чтения. К тому же библиоель – это начало большого праздника в библиотеке. Январские поэтические состязания «Библионайт» будут проходить целую неделю. На нас вышли партнеры Чебоксарская молодежная организация «Соколиный яр». И они пришли буквально к нам в ноябре. И их тема очень сливалась с нашими поэтическими вот этими чтениями. И у нас получается такой большой, огромный культурный праздник. Их мероприятия посвящены Шотландии. Мы тоже ставим выставку по Шотландии, помогаем книжную выставку. И, конечно, как фигура такая поэтическая – Роберт Бернс. Шотландский бал, в частности, 19 января пройдет в библиотеке. С двух часов он начнется. Там, что интересно, если кто-то очень хочет, но еще ни разу не принимал участие в шотландских танцах, будет возможность попробовать вместе с участниками этого шотландского бала исполнить какие-то па. Для юных читателей и их родителей 15 января пройдет встреча с писателем Валентиной Пугачевой. Также ребят ждет увлекательный концерт. 16 января пройдет мастер-класс флориста-дизайнера Татьяны Боярской. Кто любит творить, сможет научиться делать елочные необычные игрушки. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика. У меня на сегодня все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова